С целью военно-патриотического воспитания молодежи ежегодно для учащихся славянских школ организуют посещение воинской части, где для школьников проводят экскурсии, знакомят с солдатской жизнью. Вместе с учащимися в военном гарнизоне побывали и наши корреспонденты. Посетить воинскую часть – возможность редкая для школьников, поэтому ученикам СОЖ номер 3 этот день запомнится надолго, особенно Владиславу Шелякину. Мальчик с интересом слушал офицеров, ведь он уверен, в будущем полученные знания ему пригодятся. Ребятам показали стоянку военной техники, а также образцы военно-полевой кухни. Самая старая из них – 1952 года и аппараты, которые используются и по сей день. Здесь мы можем уже приготовить первое блюдо, второе блюдо и также кипяток и кипяток для чая. Также здесь имеется жарочный шкаф уже у нас. Здесь, в данном случае, нет жарочного шкафа. Ну и, естественно, та же самая специфика, то, что работает и на жидком топливе, и на твердом топливе. На таком аппарате готовить можно даже на ходу, а приготовленного обеда хватает на 125 солдат. Еще школьников познакомили с пистолетом Макарова, рассказали, как правильно целиться и стрелять. Оружие, значит, пистолет Макарова, все знаете, да, что такое пистолет Макарова. Вот это оборудование, у него называется электронное оборудование «СКАД». Сводит мушку с эликом, мишень и стреляет. А в компьютере это все показывается. Кто хочет попробовать. Школьники с удовольствием попробовали стрелять из пистолета в электронную мишень. А герой нашего сюжета Владислав Шелякин даже показал хороший результат. Подробное знакомство с оружием ребят ждало после стрельбы. Были продемонстрированы лучшие винтовки, знаменитые автоматы Калашникова, а также средства защиты, которыми солдаты пользуются во время несения службы. Шлемы, сферы, бронежилеты, вес которых достигает 20 килограммов. Поэтому солдат должен быть прежде всего физически сильным. А в завершение экскурсии школьники подкрепились в столовой воинской части. Здесь блюда кажутся особенно вкусными, говорят ребята. Но это не единственное, что им запомнится. Мне больше всего понравилось наше стрелковое оружие. Я попробовал сам пострелять. Для школьников, я считаю, нужны такие экскурсии, чтобы были впечатления о армии на будущее. Владислав Шелякин после этой экскурсии точно для себя решил. С военным делом он свяжет свое будущее. В армию я приду служить по-любому. Я почувствовал себя в роли солдата, одев бронежилет и шлем. Довольны от увиденного остались все школьники. Служба в армии хоть и опасна порой, но очень интересна. После такой познавательной экскурсии, осмотра войсковой части, оружия, казармы, даже мне захотелось вступить в ряды российской армии.